Ну что, друзья мои, вы готовы? Впереди у вас час двадцать Час двадцать не потраченного времени Час двадцать фильма о приманках О приманках от двух до десяти метров Я постараюсь затронуть разные, буквально разные уголки этих тем И постараюсь показать вам именно уловистые приманки Так что наливайте что-нибудь себе горячительного Чайку, кофейку или что-нибудь покрепче Накладывайте большущую порцию еды И приступайте к просмотру Батяня трос поднял Капроновый шнур на дне Сколько здесь приманок? Десять Десять приманов Причем все практически рабочие 110-е Родные он Оригинальный 31-32 бандит Халки Оригинальные Агрессоры Всем привет, друзья мои С вами Дивер И в сегодняшнем видео я хочу рассказать Подвести итог, скажем так, 19-го года И рассказать о приманках, которые мне больше всего понравились Те приманки, которые мне принесли больше всего рыбы Затронем глубины 3-4-6 метров Это отдельные будут приманки И поговорим о приманках 6-8-10 метров Так вот, с чего начать? Давайте начнем по порядку Да, допустим Более Маленькая глубина 3-4-5 Максимум 6 метров То есть 3-4 метровые Назовем их так давайте Так вот, данные приманки Довольно-таки очень популярны И не все водоемы Имеют глубины 6-8-10 метров Если такие ямы и есть То это довольно-таки Ну, редкие моменты А основное русло Основные места Это где-то 2,5-3-4 Максимум метра Так вот Такие приманки у меня в коллекции есть Но такие приманки я ловлю И ловлю довольно-таки успешно В том числе и на Ахтубе С какой приманки начать? Давайте начнем с древней приманки С очень старой Это Юзури Хардкор Юзури Хардкор Лонг Билл 90 Данная приманка Суспендер И очень-очень хорошо Ловит судака Окуня Щуку И даже сама Так вот Данная приманка Хорошо себя Показывает На глубинах 2,5-3-3,5 метра В апреле этого года По всем результатам По всем опросам По-моему Эта приманка была В лидерах У рыбаков В Астраханской области Ну, скажем В Харбалинском районе Где-то в этих краях Дальше я бы В принципе Отметил Приманку Которая Ну, практически Всегда делает Рыбалку Это Приманка От Цюребита Дип Крэнк 65 Это плавающая Приманка С рабочей Глубиной Где-то Ну, скажем Опять же 3,5-5-6 метров Все зависит От плетенки Средний ее Диапазон работы Это где-то 4-4,5 метра Приманка Ловит Опять же Всю рыбу Окуня Щуку Судака Сама И попадается Жерех Всю речную Хищную рыбу Замечательная Приманка Я ее вам рекомендую Также, друзья мои Есть Очень похожий Воблер От компании ZipBaits Тоже Очень уловистый Этот воблер Называется B-Switchers 4 То есть 4-х метровый Данные Приманки В принципе Чем-то Похоже По форме В целом Но По сути Они Совершенно Разные Данная Приманка Ловит Очень хорошо На эту Приманку Компания German Сделала Реплику В свое Время И назвала Ее Гудзу Приманки Идентичные Скопирована Приманка Очень хорошо Обе Приманки Ловят Замечательно Ну Одна Оригинал Подороже Для любителей Для фанатов Оригинальных Приманок И для тех Кто не может Позволить себе Оригинальную Приманку Можно приобрести Гудзу От компании German Повторюсь Обе приманки Рабочие Ловят Кстати Такого рода Воблеры Удобно Хранить Вот в таких Коробках Данные коробки Двухсторонние Имеют Вентиляцию И приманки Хранятся Здесь Очень хорошо Как вы видите Такого рода Приманок У меня Очень много В свое время Я очень любил На них ловить Дальше Наверное Я бы Подчеркнул И сказал бы О воблере Тоже О легендарном Воблере Который в свое время Очень хорошо Отработал Также он Ловил И в 2019 Году Эта приманка Юзури Крэнк 3D Вот именно В таком цвете Но к сожалению Но к сожалению Почему-то Производитель Данную приманку В данном цвете Снял с производства Если вернуться К Лонгбиллу Есть интересный Еще воблер Который Очень похож На него На Лонгбилл Но данная приманка Это от Страйк ПРО 90-ый Челленджер Вообще Приманка Челленджер Также Очень легендарная Она Очень хорошо Ловит Судака И многие Рыбаки Ее давно Уже Оценили Челленджер 90-ый По Глубинам 2,5-3,5 метра Самое То Там Где она Будет Хорошо Ловить Если Взять Глубины Чуть-чуть Поглубже Скажем Уже 6 метров В среднем То есть 4-6 Метров Это Наверное Приманка Челленджер 110 Повторюсь Данная Приманка От компании Страйк ПРО Фурнитура Кстати У данных Приманок Просто Отменная Также Есть Реплика На данный Воблер От компании Герман Приманка Также Успешно Ловит И В одном Из Видео Я говорил Она стала Любимой Приманкой В данном Цвете У моего Сына Это Мэджик Харпун Тоже 110 Я буду Не я Если Не скажу Про Сальмовские Приманки Сальмовские Приманки Модель Харнет Начиная С самой Маленькой Заканчивая С самой Большой Все Приманки Серии Харнет Прекрасно Ловят Хищную Рыбу Я вам Ее Рекомендую Вот Такой Гигант Есть У меня Который Прекрасно Ловит Судака На Глубинах Опять же Три с половиной Два с половиной Максимум Четыре Метра Щука Кстати Также Не проходит Данную Приманку Мимо Самый Оптимальный Скажем Размер Мне показался Это Харнет 6 Друзья Мои Это реально Очень Уловистая Приманка По Окуню Главлю Жереху Щуки Судаку И даже Саму У меня Множество Таких Приманок В свое Время Я начинал Ловить Главля И окуня С Харнет Тематиков Даже Не помню Его номер По моему Нулевые Или единички Не помню Точно Где-то Надо поискать В маленьких Своих Коробочках По головлиной Тематике Это отдельная История Отдельные Коробки Отдельные Сумки Поменьше Размером Харнет 5 Тоже Работает Прекрасно Ну Как я Заметил Им заметили Наверное Многие Рыбаки Чем мельче Приманка Тем Приманка Ловит Более Мелкую Рыбу Она Ловит Также Трофейную Рыбу Но Метет Все Подряд К сожалению И Трофейная Рыба Трофейная Рыба Ну Скажем Не успевает Атаковать Данную Приманку Так Как Мелочевка Всякая Хулиганистая Быстро Атакует Качественную Мелкую Приманку Опереезжая Каких-то Умных Своих Собратьев У Сальма Есть Еще Замечательная Модель Ратлин Харнет Ратлин Харнет 6.5 Данная Модель Также Прекрасно Ловит Имеет Очень Высокочастотную Игру Серия Харнет Очень Ловистая Серия Жаль На самом Деле Что Сальма Сейчас Что-то Происходит Там На У них Внутренние Какие-то Терки Разборки И я так Понимаю Что Приманки Сальма Найти Сейчас Крайне Тяжело Но Найти Их Можно И я Думаю Что Еще В течение Там Несколько Я думаю Что В течение Несколько Лет Данные Приманки Еще Будут Продаваться Я Всегда Когда Сейчас Нахожу Приманки Данной Серии Скажем Сколько Могу Столько Покупаю Конечно Я вот Жалею На самом Деле Что В свое Время Я не взял Там Сразу Все Что Было На Прилавке И Надо Было Забрать Но Как Говорится Не Всегда Бывает Столько Денег Под Рукой Чтобы Потратить С С Другой С С Жалко Еще С Другой С Все Равно Ты Их Потом Купишь Потому Что Качественная Приманка Она Всегда Качественная Приманка И Она Лишней Не Бывает У У Оригинального Вобблера В 31 Цвете Порядка 15 Штук Еще В старых В старых Моделях Без Обновления Те Которые Еще Шары Не Залипают Я Очень Дорожу Данными Приманками Приманок На самом Деле У меня Много Очень Много Сегодня Даже Наверное И Часа Не хватит Чтобы Рассказать Об этом Все И Поэтому Я Постараюсь Рассказать Именно О Ловистых Приманках Те Которые Реально Хорошо Ловят И Вы Можете Подратить Деньги И Не Пожалеть Об этом Вот Кстати Очень Хороший Челлендж Цвет Белый С Таким Рыжим В Интернете Он Тоже Очень Хорошо Представлен Компании Страйк Про То есть Хочется Купить Данную Приманку И В жизни Она Выглядит Не Хуже Пока Залазил В Коробку Нашел Приманку От Косодаки Косодака Ион ДД В 110 Размере То есть 11 Сантиметровая Приманка Плавающая Вот Такой Цвет Очень Уловистый В каком-то из видео В конце Я показывал Как у моего Друга У Андрея Данная Приманка Вся Покоцана Человек Начинал С этой Приманки Ловить И Он Очень В восторге От этой Приманки Ловил И щуку И судака Много Разной Рыбы На нее Было Поймано Приманка Очень Ловистая У Косодаки Есть еще Ион ДД В 130 Размере В 130 Размере Данный Вувер Идет Уже Где-то Наверное 6 7 Можно Даже Загнать При желании На 8 Метров Данные Приманки Серии Ион Очень Классно Ловит Судака Ну я говорю Щуку Сама Не ловил Но Щуку И Судака Ловят Ну я думаю Что в принципе И сама Они поймают Если допустим Какая-то Ситуация Такая Будет Скажем Что сон Будет Находиться Где-то Рядом Вот эти Цвета Также Очень Уловисты Запуская Руки В свои Коробки Я Натыкаюсь На Приманки О которых Хочется Рассказать Давайте Я еще Затрону Воблер От Strike Pro Мы уже Говорили Про Strike Pro И Сейчас Перешли На похожие Серии Номинал Значит Инквизитор 110 Диповым В диповом Исполнении Вот эти Цвета Вот такой Голубенький И соответственно Вот этот Зеленый Тоже Прекрасно Ловят Рыбу И Что немаловажно Данные Приманки Суспендеры То есть Нейтральные Плавочести Мы можем Ими Также Ловить И в заброс И троллингом Самое Интересное То Что Когда мы Подтвичиваем И делаем Паузу Приманка Зависает Или Очень Медленно Всплывает На такой Остановке На такой Технике При такой Технике Ловли Зачастую Хищник Очень часто Атакует Вообще Суспендеры Мне очень Нравятся Ими Всегда Интересно Ловить Потому что Приманка Не быстро Всплывает Сделали Паузу Она Зависла А еще Допустим Если Ловим Течение Она На месте Начинает Работать И никуда Не уходит Мы Делаем Рывок Пауза Он Потихоньку Начинает Всплывать Или стоит На месте В этот Момент Происходит Поклевка А когда Допустим Приманка Сделала Рывок И быстро Поднимается Вверх Не всегда Рыбу Это провоцирует Рыба Теряет Кстати При троллинге Вы уже Наверное Заметили Я стал Показывать Вариант Дорожки Именно С твичингом Последнее Время Я делал На это Акцент Чтобы Люди Увидели И поняли Это Очень Эффективная Техника Ситуация Получается Та же Самая Мы Делаем Потяжку Спиннингом Вперед Воблер Заглубляется Чуть Больше Делает Более Интенсивную Игру Мы Спиннинг Подаем Назад И Приманка Уже Менее Интенсивно Играет И Начинает Немного Всплывать Если Не успевает Всплывать Она Просто Приостанавливается В этот Момент Вот Именно В этот Момент Происходит Зачастую Поклевка Судака Итак Инквизитор Суспендер Диповый 110 Также Рекомендую Мне Трудновато Наверное Сейчас Сделать Именно Отдельное Видео По 4-х Метровым Приманкам Я Наверное Все-таки Все-таки Немножко Я не Придерживаюсь Именно Того Что Я Обещал Что Начнем С 4-х Метровых Приманок Немного Углубился Я Давайте Вернемся К 4-х Метровым Приманкам Опять же 4-х Метровые Приманки 3-4-х Метровые Приманки Хорошо Себя Зарекомендовали От компании Герман Это Дипвичер 75-й 13 грамм Приманки Все покоцаны Очень много Покоцанных Приманок Приманки Очень уловистые Не вылетают Играют Стабильно Очень много Принесли Мне Очень много Принесли Мне Рыбы Глубина Рабочая Глубина 2,5-3-3,5-4 метра 4 метра Наверное Максимум Очень уловистый Воблер Не могу Пройти Его мимо И вот Даже Никуда Подальше Не хочется Оттягивать Это Воблер От Ессы Или Джесси Многие Мне пытаются Исправить И Что-то Мне Доказать Как это Называется Воблер По-фински Называется Ессе По-английски Если Допустим Делать Перевод Или Как это Звучание Правильно Раскрыть Сюда То будет Джесси Данный Воблер Финский Поэтому Финн называют Ессе Вот Данный Воблер Заглубляется До Пяти Метров Им Ловить Можно И на Трех Споловиной Метрах И на Четырех Метрах Средняя Глубина Где-то Его Рабочая Четыре Метра Мои Любимые Цвета Это Как Вы Обращаете Внимание Это Голубые И Вот Такой Желтый С голубым Вот Эти Вот Цвета Шикарно Ловили Судака У меня Есть Отдельный Фильм Тому Доказательство Я Уже Делал Про него Обзор Говорил Про Лопатку Что Она Вроде Бо Как На Вид Кажется Какая Ты Неказистая Сейчас Где Лучше Показать Что На Вид Мне Кажется Что Она Вот Вот Отвалится Как Будто Вклеена Но Вклеена Она Как Вы Видите Там Есть Ну Скажем Расщелина И Лопатка Вклеена Паз Входит Туда Плюс Сверху Она Облегает Лопатка Держится Очень Прочно Лопатка Ни разу Не Подводила И К этому Нареканий Нет Вообще К данному Воблеру Нареканий Нет Воблер Работает Стабильно Не Вылетает Имеет Хорошую Фурнитуру Кстати Про те Приманки Которые Я все Сказал Все Приманки Имеют Хорошую Фурнитуру Данный Воблер Финский Рабочая Глубина Где-то 4-5 Метров Можно Ловить На 3 5 Метров С чего К чему Дальше Перейти Давайте То что У меня На столе Да Наверное Можно О нем Сказать Воблер Бомбер Фет Фрешат Вот В белом Цвете У меня Есть Вот Фет Фрешат Поменьше Фет Фрешат Побольше Так вот Вот этот Поменьше Воблер Который Скажем 70 Он Работает Где-то 3,5 Метра 3 метра 4,5 5 метров То есть В принципе Все зависит От нашей Плетенки Куда мы Его загоним Рабочая глубина Его в среднем Где-то 3,5 4 метра Превосходно Уловит Судака И щуку Данная Данного Размера Приманка Даже умудряется О эти Крупные Локуни Кстати Самые Ее Также Очень Сильно Любят Особенно Вот В более Диповом Варианте В 90 Коль Я его Уже взял Скажу Что данная Приманка Тоже Очень Уловистая У меня Их Много Разных В том числе В кислотных Цветах Есть Данная Приманка Ловит И щуку И судака И сама Эта Приманка Уже С заглублением 6-8 метров 6-7 Стабильно Есть У меня Вот такой Малыш От Косодаки Называется Курадо ДД Вот Данный Воблер Отлично Ловит Окуня С заглублением Где-то 2,5 3 Даже Можно Загнать При желании И на 4 метра Начинать Можно Ловить Даже И на Полутора Метрах В заброс Полтора Метра Отлично Вообще Полтора Два Метра На Троллинг Тоже Можно Вести По Двум Метрам Так Вот Данная Приманка Ловит Всю Хищную Рыбу Головля Жериха Щуку Судака Окуня Лупит Просто Все Из Маленьких Приманок Которые Хотелось Бы Вам Еще Показать Опять Захранятся В такой Коробочке Это Есть Вот Такие Маленькие Это Сам Я Уже Опушку Тройник Поменял Сделал А так Она Без Опушки Это Вот Такие Маленькие Халки Есть С Пятиметровой Лопатой И Есть С Восьми Метровой Лопатой Вот С Такой Большой Данная Приманка Собирает Все Просто Все Окунь На Глубине Жерих Один Раз Завалился Сомик Судака Щуку Метет Все Тут Же В коробке Наткнулся На Бомбер 24 Лонг И Хочу Поговорить О Данной Серии Данную Серию Нельзя Пройти Мимо О ней Молчать Нельзя Есть Оригинальные Где-то Я их Выкладывал Ну Допустим Вот Оригинал Я вам Показал Где-то Еще Оригинал Доставал В коробках Такого Плана В строительных Коробках Не очень Удобно Держать Воблеры Но В них Помещается Очень Много У меня Выбора Нет У У Меня Нет Выбора Держать Их Отдельно Ну Вот В таких Маленьких Коробочках У меня Был бы Миллион Этих Коробок Поэтому Я не могу Держать Их Отдельно Короче Оригинальных Где-то Они есть Реально Вот Ту Оригинальную Я вам Показывал У меня Очень Много На сегодняшний Момент Реплик Данной Модели Реплики От Герман Реплики Там Еще От Какой-то Фирмы Значит От Суёки По-моему Были Значит От Герман Очень Мне Понравились По-моему Это Самая Ну Особо Недорогая Реплика И Качественная Приманка Ловит Так Как Сейчас Ну Вот Так Наверное Будет Видно Приманка Ловит Вся Покоцана Есть Другие Покоцаны Воблеры Искать Я не буду Занимать На это Время Поверьте Мне Приманка Очень Уловистая Где-то У меня Есть Зеленая Прям Вообще Драная Сейчас Как-нибудь Найду Откликну Потом Скажу О ней Вот Очень Уловистые Это Маленький Под 24 Лонг Под Бомбер 24 Лонг У Герман Называется Джи-джи-бомб Джи-джи-бомб О Кстати Сейчас А Или Джи-джи-бомб Или Раньше Назывался Он По-моему С Крив Драйв Или Дрив С Крив Дрив Какой-то Блин Назовно Что Назовать 85 Ф То есть 85 Вот Они Две Одинаковые Приманки От Германа Один Называется Джи-бомб Другой По-старому Называется Какой-то Скрип Дриф Драйв Кстати От Бомбера Еще Офигенно Ловит Вот Такая Модель Б-08 А Какую Еще Модель Хотелось Бы Похвалить Похвалить Можно Маленький Бандит 85 Это Б-Шат Реплики От данной Модели У Германа Нет Но Есть От Суёки Есть Еще Других Тоже Производителей Я встречал У Суёки Кстати Очень Качественные Есть Приманки Я сейчас О них У меня Одна Лежит Или Две И Я В этом Году Постараюсь Вам Показать О них Их Побольше Так Вот Значит Б-Шат От Оригинального Бомбера Значит Тоже Неплохо Ловит Судака Ну И Щуку Вот Больше Я Особо Ничего Не ловил Окунь Сильно Мне Не Попадался Так Вот Значит Данные Приманки Будут Работать По Глубинам 2,5 3,5 Тире 4 Метра Я думаю Максимум Очень Хороший У них Вот Такой Перламутровый Цвет Вот Такой Цвет Вот Такой Цвет С Такой Спинкой Желтые Бока И Немного Розоватое Пузо Это Вообще Мой Любимый Точнее Любимый Судака Вот Такой Зеленый Пятнистый И Красное Пятно Тоже Хорошо А Ну У меня Очень Много 31 Цвет Само Собой Если Будете Брать Берите Обязательно О Тут Ладно Другие Цвета Показывать Не буду Там Нашел Еще Другие Обо Всех Цветах Не Сказать Так Гуджи Лежит Обязательно Надо Сказать О Приманке Лифранер Серии 300 Тощие Ручки По Английски Там Я Язык Ломаю Как Она Называется Но Ее Можно Найти Как Серия 300 Приманка Суспендер На вид Очень ужасная Страхолюдина Страшная Она плоская На лбу Имеет Вот такую Вмятину Интересную Она Реально Тощая С Какими Такими Формами Потолще Потоньше Такое ощущение Что хвост Сейчас Сломается Страшна 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 Пипец Как страшна Но Данная Приманка У меня Есть В разных Цветах И Наверное Их У меня Более Десятка Хорошо Ловит Вот такой Сифилитик С красной Головой Вот такой Сифилитик Фиолетовый Вот такой Скажем Там Как Файтайгер Тайгер Там Не знаю Желто-зеленый С такими Полосами С красными Вот эти Еще где-то Есть там Цвета Там Голубые Есть Оттенки Данная Приманка Обалденно Ловит Собирает Практически Опять же Всего Хищника Рекомендую Не пожалеете Коли мы Заговорили О рефранере Все-таки Я Наверное Так Вкратце Просто Пробегусь И скажу Не застряя На этом Сильного Внимания Рефранер 800 серии Рекомендую Но это Уже Приманка По 6 По 8 По 7 Метрам Кстати Кто-то Говорил Что про Качество Там Не знаю Плохое В Квикфише Где-то Друзья мои Вот у меня Значит Их очень много Я в конце Видео Попытаюсь Накатить Камерой И показать Вам Качество Качество Просто Офигенное Я не знаю Может быть Кому-то Где-то Что-то Попадалось Но Данная Компания С лопатами Все четко Никаких Нареканий У меня Нет Качество Покраски Просто Бомбическое Они Блестят Все Как Не знаю У кого Чего Единственная Проблема То есть Я говорю Качество Нормальное Бывает Качество Проблемное У хрома И то У меня Хром В идеальном Качестве Не защищая Допустим Не дай бог Кого-то Без Какой-то Ответственности Я просто Не люблю Когда Допустим Кого-то Чего-то Поливают Грязью Брал В магазине Квикфиш Воблеры Офигенные Единственное Но я всегда Это говорил Приманка Рефранер 800 серии Склонна К вылету Но она Петелька Легко Регулируется Плавным движением Мы управляем Влево Или вправо В зависимости Куда уходит Приманка Если приманка У нас уходит Влево Петельку Мы наклоняем Вправо В противоположную Сторону У меня есть видео Где я это показываю Где это делается То есть Приманка Если уходит По ходу движения В одну сторону Мы наклоняем Наклоняем Петельку В другую сторону Повторюсь Видео на канале У меня есть Найдете Как отрегулировать Воблер Не надо Выбрасывать Я так понимаю Что в многих Комментариях Под тем видео Писали Спасибо Ильям Мы очень много Приманок выкинули Или думали Что они уже Неисправны Потом Говорили спасибо Что они исправили Кстати Приманки Все у меня С одинаковыми Крючками Я не знаю Где-то у меня Может быть Старое видео Было Возможно Я обратил внимание Что сейчас Они все С одинаковыми Крючками От Игл Клав Возможно Раньше у них Были какие-то Другие партии Как говорится Подставка От поставки Может меняться Не знаю Кстати У бомберов От фреша Тоже бывают Крючки разные Вообще Американские Приманки Они порой чудят То есть Возможно У них заводы Стоят в разных Местах Они то там Сделают То в Мексике То в Китае То где-то еще Там Не знаю На Марсе Но Рефранер Приманка И я за это могу Поручиться И опять же У меня есть видео Про приманку Рефранер Вы можете найти У меня На канале Не обзор со стола А как она ловит Именно Видео с воды Проехали Как обещал Покороче Дальше Про Гудзу От Герман Сказал Про Дипвичер Сказал Но есть еще Дипвичеры И другие Реплики И оригиналы Чуть которые Идут поглубже Вот скажем Три приманки Они по сути Все одинаковые Немного Немного Разные Значит Приманка От Косодаки Ион ДД Размер 80ф Плавничка Не имеет Заглубление 5-6-7 метров Можно даже Наверное На 8 Запузырить Если постараться При троллинге Все зависит От плетни Также Оригинал От Цирюбиты Уже Размер 85ф Дипшекер Размер Разный А длина У них Одинакова У одного 80ф У другого 85ф У оригинального 85ф У Троу ДД От Косодаки 80ф У меня Есть еще Одна Приманка Которая Тоже Имеет Размер 85ф И они Реально Все три Одинаковые Это Дип Вичер От Герман 85ф Все эти Три Приманки Ловят Офигенно Герман Дип Вичер 85ф Оригинальный Цирюбиты Дип Шекер 85ф И Троу ДД От Косодаки 80ф Все эти Три Приманки Бомбически Ловят Рыбу Пока лазил Наткнулся Кстати На оригинальный Бомбер 24 Лонг Вот в этом цвете Офигенно Ловят Рыбу Просто офигенно А пушку Не смотрите Сам уже делал Без нее Тоже ловят И От Герман Вот в таком цвете Просто Осенью Иногда У меня Он выстреливает Так Что я Просто Поражаюсь Крупные Щуки На такого Малыша Попадались Там До 5 Килограмм Потом Значит Судак В основном Щука Вот такой Цвет Обожает Вот Они Где Оригинал Нашел Вот еще Два Оригинала Опять же Безопушки Вот этот 24 Лонг Зеленый И вот Этот Синий Тоже Прекрасно Ловит Он Внутри У нее Стоит Стеночка Голографическая И он Получается Как Хром Покраска Вечная Единственное Немножко Мутнеть Начинает Потому что Стенки Когда Судак Дерет Или Щука И Уже Не так Конечно Блестит Но Сама Блестка Она Внутри И она Не Повреждается Вообще Говорю Воблер Бомбер 24 Очень Удачная Модель И Я рекомендую У меня Есть Еще Одни Две Модели Похожие На Как Раз Вот Это Вот Ну Скажем На Оригинал Церебита Гип Шекер 85 Это Я Пока Ничего Не поймал Врать Не буду Взял На Пробу Значит Называется Хакер 85 FDD Это От Компании ГР Фиш Как Вы Думаете Почему Взял Правильно Цвет Очень Понравился И Еще Одна Приманка От Усами Какая Это Цум Цумитай Цумитай 85 F SDR Вот Так От Усами Это Все Я думаю Что С одной Какой То Песни Сделано Это Все Реплика С одной Какой То Приманки Эти Две Приманки То Что Я вам Показал Не разловил Но Я думаю Что Кто-то Скажет Кстати Напишите Ловили Не ловили Многие У меня Спрашивают По Приманку Полтергейст 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 Очень Очень Интересная Приманка О ней Многие Блогеры Рассказывали Показывали Говорили Скажу Вам Честно На Ахтубе Я на Нее Ничего Не поймал Ничего Возможно Упирался Я в нее Не очень Возможно У меня Были Приманки Которые Намного Уловистей Чем Эта Приманка И Этой Приманке Мне Не Хотелось Уделять Время Я Я вообще Считаю Что Уловистая Приманка Это та Приманка Которая Ловит С одной Дорожки И с короткой Дорожки Если рыба Есть Но я считаю Что на Ахтубе Рыба Есть И поэтому Если проходишь Раз 300 метров Этим Вобблером Два Прошло 300 метров На третью Дорожку Ты проходишь И ты ловишь Это Вобблер Не ловистый Да Он ловит Возможно Где-то В других Местах Невозможно Так Он и есть Он будет Ловить Лучше Почему Потому Что Допустим На Украине Есть Дедушка Он блогер Он рассказывает Что Это у него Красный Бородик Полтергейст Он ловит У него Хорошо Возможно Да У меня Есть Другие Приманки Которые Ловят Намного Лучше Этой Приманки Поэтому У меня Они есть У меня Там Штук Пять Вот Вам Просто Говорю Показываю Что Как Оно Есть Так Вот Такого Плана Бананчики Это От Коттер Коттон Кордол И Есть Приманка От Рефранер Такого же Короче Вот Такие Малыши Есть И У Рефранера Где-то Они тоже У меня Здесь Лежат Но Я их Сейчас Найти Уже У меня Еще Тап Есть Ну Вот Опять Коттон Кордол Почему Я не могу Выбрать Коттон Кордол Почему Это У меня Какое-то Слово Постоянно Первое Кордол Нормально Вот Коттон Кордол Почему То Мне Ну С этим Разберу Я Позже Так Тут Опять Тощий Тут Опять Ну Короче Тут И 3D Южури Вот Кстати Оригинальный Хороший Бомбер Цвет Просто Бомба Рабочий Так Вот Он Я же Говорю Где-то Должны Быть Должны Быть Поговорим Пока О вас Друзья Мои Вот Два Банана Два Банана Одинакового Размера Одинакового Дизайна Абсолютно Вроде бы Одинаковые Приманки Единственное Внизу Это Рефранер Серия 600 А наверху Cotton Cordle SDS А я не знаю Как он Кстати Модель Это называется Ну Вот Такой Маленький То есть По сути Это Размер Опять же Помним Замеряем Не от Лопаты А От От Тела То есть Все Тело Это 85 Назовем Или 90 Так Вот Практически Идентичные Приманки Очень Похожие Очень Похожие Друг на Друга Ловят Одинаково И причем И причем Ловят Очень Хорошо Вот Они Конечно Имеют Отличие Они Неточные Копии Этот Приплюснутый Рефранер Коттер Корно Немножко Какой-то Здесь У него Тельце По Кубатей Но Суть Одна У них Одинаковая Одинаковая У них Лопата У Коттон Кордал Петелька Находится Петелька Находится Немного Дальше От Морды У Рефранера Поближе То бишь Рефранер Будет Заглубляться Побольше Про Петельки Давайте Я вам Расскажу Чем Вот эта Петелька Кстати Взял Хороший Воблер О нем Надо рассказать Чем Петелька Дальше От морды Допустим Вот эта Стоит здесь Если сюда Поставим ее Воблер Будет Не сильно Заглубляться Если мы ее Прикрепим Ближе К морде Или на Саму Морду Воблер Будет Вообще Зарываться То есть От этого Зависит Угол Наклона Чем Чем Дальше Она Стоит Чем Ближе Стоит Краю Тем Воблер Будет Идти Вот так Чем Будет Стоять Петелька Ближе Значит К морде Воблер Будет Идти Вот так На Это Влияет И Это Влияет И на Игру И на Заглубление Воблера Вы Должны Это Понимать Поэтому Порой Лопата Большая А Воблер На Глубину Не Уходит Но Он Имеет Определенную Размашистую Игру Так Вот Эти Два Банана 85 80 90 По Размеру Точно Никто На Ни Не Пишет Здесь 9 Сантиметров У меня Подписано Вот Это Рефранер 600 Серия А Это Cotton Cordell Ну Не Помню Какой Серии По Размеру Они Одинаковые Ловит Прекрасную Рыбу Друзья Мои Теперь Я Вам Покажу Еще Приманку От Двух Производителей Это От Компании Ярма Это Все Одна Модель От Одной Финской Компании Ярма Длина 13 Или 14 Сантиметров Вот Такой Воблер Вы Не Поверите Но Американцы Сделали Реплику На Эту Приманку От Компании Багли Я Вам Сейчас Покажу Для Сравнения Если Мне Не Изменяет Память То Приманка Ярма Вот Эта Да Она Сделана Из Бальса Из Дерева Если Мне память Изменяю И она Не шумящая Американцы Сделали Из Пластика И Немного Шумящую Но Форму Взяли По Разрешению У Финов И Сделали Вот Такую Приманку Называется Она RMB 13 Вот Если Я Правильно Озвучил У меня Таких Приманок Всего Две Или Три Две Точно Есть Третью Не могу Найти Может Я кому То Подарил Не Помню Вот Таких У меня Приманок От Ярма Наверное Штук 5-6 Вот Ловит Трудно Сказать Насколько Какие Лучше Но Ловит Реально По-разному У них И игра Разная И Они Сплывают По-разному Вот Им Уделил Время Очень Мало Но Вот Эти Приманки Работают По Глубине Где-то Ими Можно Вообще Протащить Где-то Два Метра Даже Полтора Метра Можно Аккуратно На коротке Протащить То есть 2,5-3 Метра Это И глубина Три Максимально 2,5 Метра Я редко На этих Глубинах Ловлю Поэтому Редко Уделяю Таким Приманкам Время Но Такие Приманки Должны Быть В коробке А у Тех Людей У которых Водоемы Именно С такими Глубинами Я просто Рекомендую И есть Еще У меня Приманка Это Северные Мастера Сделали Питерская Компания Северные Мастера Джонна 15 Игра Просто Превосходная Тоже Взял Ее Только Вот Две Приманки У меня Там Еще Где-то Еще Есть По-моему Парочка С Черным Там Интересно Есть Цвет Вот Эти Приманки Игра У них Сказочная Она Реально Напоминает Какую-то Рыбку То есть Воблер Играет Не так Сильно Агрессивно И А Кстати Не вылетает Воблер Держит струю Довольно-ки Неплохо И при троллинге Идет Хорошо Вот То есть Стабильная Игра У него Но Пока Ничего Не разловил Потому что Заглубление Опять же Где-то Полтора Два Три Метра Вот Но Я говорю Рекомендую Обязательно Те Для Тем У кого Глубины На водоемах Небольшие Я думаю Что Ну Вы скажете Спасибо За эту Приманку Есть еще Одна Приманка С небольшим Заглублением Опять же Где-то Полтора Два Метра Максимум По-моему Три Метра На эту Приманку Было Поймано Ну Не так уж Много Судака Ну Было Поймано Приличное Количество Судака Приманка От компании Нелис Мастер Приманка Сделана Опять же Из дерева Там Бальса Я не знаю Точно Из чего Но Это не Пластик Единственный Минус У этой Приманки Приманка Просто Вот в этом Цвете Косит Это Она Причем В этом В ультрафиолете Хорошо Светится В сумерках Хорошо Приманку Ловит Да и Днем Она Хорошо Ловит Единственный Минус Приманка Не любит Большой ход То есть Если мы Идем Троллингом Тащим Она Большую Скорость Не любит Приманка Начинает Вылетать Как я Не пробовал Не регулировал Ничего Не получается Она Просто Потом Я проконсультировался Уже С ребятами С Питера Она Не любит Приманка Не для Течения И не любит Большую Скорость Если На течении То есть Небольшую Скорость Но Ей Можно Ловить И в заброс И с небольшой Скоростью Троллингом Она идет Нормально У ней Такая Она Игра Вправо Влево Рыскающая У меня Уже в горле Пересохло С вами Разговаривать Пересохло Уже Друзья Мои В горле Так По 4 метровым Приманкам Можно Еще Сказать О приманке Назгул 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 Это приманка От компании Герман Вот такой Пузырь Когда-то Давно На него Ловил Этой приманке Уже года 2 или 3 В этом году Наверное Попробую Опять вам Показать Чтобы просто Не было Разговоров О том Что я Рекламирую То что Ничего не ловит Приманку Я в свое время На него ловил И ловила она Неплохо Опять же Я говорю Просто Размерчики Это не очень Мои Сейчас Я потихоньку Перехожу К своим размерам Который Вы прекрасно Все знаете Приманка По моему 300 серии От Бомбер Крэнк Неплохо Ловит Окуня Попадается Жерих Щука Судака Не поймал Вообще Друзья мои У меня есть Приманки От компании Смитвик Это Американская Компания Очень Древняя Старая Об этом Попозже Если разловлю Сделаю Отдельный Фильм Расскажу Вот такие Приманки С заглублением Тоже Где-то 3,5-4 метра Можно ловить Я думаю На 2,5 Вот Видите О чем Я вам говорил Петелька Петелька Стоит Далеко От морды Где морда Где петелька То есть Данный Воблер Далеко Заглубляться Не будет Но Игра У него Будет Скажем Своеобразно Интенсивная Вот И петелька Высоко Тоже Стоит Это тоже Вот Высота Петли Тоже Влияет На игру Воблера Порой Это хорошо Порой Это плохо Вот Я вам Сейчас покажу Воблер Вы мне Скажите Ничего Вам не напоминает Разница Конечно Есть Но По сути По сути Своей Приманки Очень Похожие Кто У кого Это все Слезал Мне трудно Сказать Это Хаски Джерк От Раппала С тремя Тройниками В диповом Исполнении Это Смитвик 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 Держится На болте Не пугайтесь Это нормально Некоторые Американские Приманки В том числе Коттон Кордул Некоторые Приманки Так Фиксируют Дополнительно Скажем так И Хаски Джерк Эти две Приманки К сожалению Я пока Так и Сильно Не разловил Опять же Повторюсь Я считаю Что разловил Когда эти Приманки Будут ловить Ну Скажем Подкашивать Хищника Они ловят Ловят Как Ловят Как и многие Другие Приманки Но пока Их фавориты Записать Не могу Продолжаю С ними Ставить Эксперименты Потому что Каждый Воблер Нужно Постараться Завести Правильно Дальность Отпуска Подача Приманки То есть Скорость Какая-то Опять же Какой Выдаем С течением Без течения Место Какое Допустим Если они ловят Щук А мы ловим В тех местах Где щуки нет То конечно Мы ничего Ловить не будем Если они Судачьи Приманки А не щучьи А мы ловим Там где щука То тоже Мы ничего Не поймаем Пока мы Не попадем На судачье Место И Вот такая Вот катаваси Нужно Подбирать Приманки Поэтому Приманки Мне нравятся О них Много Что написано В интернете Я пока Ничего Сказать Не могу Есть у меня Вот такая Еще Приманка О которой Пока К сожалению Тоже Ничего Сказать Не могу Но она Мне очень Понравилась Взял В том Году На выставке Этот Компании Дам Вот такой Зимородок Видите Где находится Петелька Данная Приманка С заглублением Всего Полтора Там Не знаю Два Метра Максимум Хотя Вроде Б нос Большой Есть у Меня Вот такая Приманка И мы Я думаю Что потихоньку Будем Переходить Уже Большим Приманкам Хотя Ну Если буду Что-то Вспоминать И натыкаться Много Разных Приманок У меня На самом Деле Вот Целый Ящик Большущий Ящик По Четырехметровым Приманкам Вот Видите Подписано 4-5 метров Еще Один Ящик Они Все Забиты Битком Вот Кровати У меня Кровати У меня Нету Давайте Закроем В принципе Основные Приманки Которые Стоит Купить Я вам Сказал Я думаю Что вы Не ошибетесь И Пятиметровые Трех Двухметровые Приманки Я думаю Что В принципе Я все Озвучил Это Классные Офигенные Приманки Которые Вам Помогут Возможно Скорее Скорее Сюда Невозможно Скорее Сюда Я Что-то Забыл Скорее У меня Что-то Где-то Лежит Я Где-то Что-то Забыл Вот Ну Значит Если Забыл Следующий Раз Расскажу Или Я постараюсь Кстати Сделать Фильм Может Быть Отдельно Как Нибудь За Зиму По Четырехметровым Приманкам И Рассказать О них Побольше Хотя Я думаю Что Ну Вот Я Здесь Рассказал Это Если Будут Пожелания Может Быть То Я Сделаю Тогда В принципе Вот Так Давайте Сейчас Перейдем Пока У меня Батарейка Еще Не Села И Время Мне Еще Пока Позволяет Перейдем К Моим Любимым Глубинам Это Скажем Шесть Пять С Семь Восемь И Десять Метров Вот На Эти Глубины Мы Сейчас И Переключимся Теперь Мы Перешли К Моим Любимым Глубинам О которых Я могу Сказать Вообще Просто И Петь И Петь И Петь Потому Что На Эти Глубинах Пять С Поверина Шесть Семь Восемь Десять Метров Я Ловлю Очень Часто Очень Много И Эти Глубины Я Хорошо Знаю Поэтому Наверное Фавориты Я бы Выделил Все Таки Бандосо Образные Халко Образные Приманки К ним Добавил Сальмо Фридайвер И Шторм Приманку Как же Она Называется Дип Тандер Шторм Дип Тандер Старенький Становлюсь Итак Давайте Наверное Перейдем Ко всем Любимым Это Эти Бандосо Образные Приманки Почему Я уже Стал Называть Не Бандиты А Бандосо Образные Халко Образные Потому Что На рынке Очень Много Появилось Реплик Очень Много Реплик И Некоторые Из них Очень Качественные Некоторые К сожалению Некачественные Которые Пьют Воду Или Допустим Залипает У них Шумовая Камера Я считаю Что это Непорядок Потому Что Если Шумовая Камера Залипнет То Соответственно Воблер Поменяет Свою Игру То есть Если Воблер Изначально Сделан Немым То Это Нормально То есть Он Да Он Сделан Немым Его Разработчик Сделал Так Он Без Сяких Шариков Без Ничего Он Так Задуман А Если Воблер Задуман Шумовой Камерой Она Для Чего То Задумана Или Для Системы Дальнего Заброса Или Для Системы Там Именно Какого То Баланса Воблера То Если Шарик Кладем Сюда Значит Воблер Наклоняется Больше Если Шарики Складываем Здесь Значит Воблер У нас Такое Положение Подымает Это Все Влияет Все И Все Это Влияет На И Соответственно На Улове Воблера Поэтому Если Шумовая Камера У нас Залипнет В каком-то Положении В хвостовой Части Значит Воблер Уже Да Вот так Будет Ити И будет Играть По-другому И Соответственно Это На Улове Стость Точно Повлияет Вот Поэтому Я считаю Что Это Неправильно Если Сделали Вы Должны Быть Уверены Что У вас Это Работает Это 31 Цвет Старого Образца Без Надписи Бандит На Хвостовой Части Это Старый Оригинальный Бандос Всем Рекомендую Беспроигрышный Вариант Просто Беспроигрышный 31 Цвет Бандит Оригинал Если Вы найдете Без Надписи Берите Сразу Найдете С надписью Тоже Воблеру Ловят Но Если Шарики Вдруг В какой-то Причине Залипнут Воблер Возможно Будет Ловить Хуже А может Вообще Не будет Итак Многие У меня Мои любимые Агресс Мои любимые Германы Мои любимые Германы У меня Германов Вообще Разных Приманок Очень много В том числе Я очень люблю Ловить На Джи Джи Бандит Это Реплика На Оригинальный Бандит Вот Такой Цвет В данном Воблере Наверное Самый Секрет Я Я так Считаю Что Не в этих Точках Которые Данный Производитель Как мне сказали Сделал С моего Мэнса Который Я так Налепил Но опять же Они не совсем Похожи А я считаю Что успех От этого Данного Воблера Именно В рыжем Хвосте На данный Воблер Судак Хотя здесь Видно Что он Атаковал Не только В хвост Он и в спину Бил Сейчас я вам Постараюсь Коцки показать И в хвостовую Часть Лупил Но вот этот Хвост Рыжий Я думаю Что он Делает Данному Воблеру Реально Успешный Успех Рыбалку Итак Такой Ну Тридцать Первый Я вам Показал Сразу Буду Убирать Чтобы Мне Мест Не Занимали Вот Такой Цвет 114 Знаете Я вам Некоторые Покажу Приманки Что они Коцаные Но Все Не Буду Показывать Потому Что Потому Что Не Все Коцаные Приманки Я Нашел То Есть Приманки Которые Реально Драные Передраные А есть Просто Те Которые Драные Но Я их Не Нашел И Поэтому Я вам Покажу Какие Новые Обязательно Я вам Должен Показать Приманку В 110 Цвете Причем Их У меня Две Драные Где-то Еще Третья Была Драная Видите Больше В Хвостовую Часть Сюда Клопит Здесь Спину Лупил Больше Ну Как ни Странно Не В Голову Это 110 Цвет Так Называем Под Форель Под Голубую Очень Удачный Очень Хорошо Ловит Это Все Я вам Сейчас Показываю От Герман Так Что То Где-то Еще У У меня Тут На Столе Было Как Достать Вам Цвет Цвета Разные А Вот Еще Обязательно Должен Показать Да Да Еще Нашел Цвета Вот Такой Цвет Очень Убойно Работает Я Скупил Наверное С Десяток У Германа Не Знаю Сейчас Они Есть Или Нет У Него Это Еще В Старых Коробках Даже Были И У Нем Была Проблема С Вылетом Приманка Вылетала Но Я Их Все Рекомен Ну Скажем Исправил Сделал Методом Наклона Петельки У Эти Кстати Были Заводные Кольца Слабые Сейчас У Германа Стоят Очень Хорошие Кольца Неплохие Вполне Тройники А Старые Допустим Те Которые В старых Коробках Там Дизайн Другой Самый Там И плохие Были Петли Петли Заменил С Носовой Часть Снял И вот Приманка Вот так Успешно У меня Отробачила Я где-то Показывал Воблер У отца Видео С воды Был Вообще Весь Практически Драный Мой Любимый 217 Цвет Просто Ну Шедевральный Цвет Файтайгер Это не только У Германа А вообще Шедевральный Цвет Я считаю Что у любого Производителя Беспроигрышный Вариант По щуке И по судаку Также любит Такие цвета Сон 217 Цвет Вот такой Цвет Тоже Он Коцанный Не так Сильно Но я на него Не так уж и Много Ловил Вот эти Два цвета Обязательно Нужно иметь Зелененький Сильенький 224 225 Обязательно Нужно Иметь В коллекции Черный И белый Данные Приманки Порой Делают Рыбалку Просто Реально Делают Взял Себе Новый Цвет От Бандит Вот такой Тоже Он как бы Серебристый С голубым С фиолетовым Что касаясь Бандитов Вы поняли То есть Оригинальные Бандиты И От Герман Бандиты Я вам сейчас Цвета Кое-какие Показал Это будет Достаточно Зеленые Белые Черные Какие-то С голубыми Оттенками Эти все Цвета Судак Любит Это все Очень Уловисто Дальше Давайте Короче Обязательно Поговорим О Халкообразных Приманках Я уже Давно Не ловлю На оригиналы Ловлю Опять же Только На Герман Пока Только На Герман Возможно Что-то Ко мне В руки Еще Попадет И я буду Ловить С удовольствием Что-то На что-то Другое Итак 217 205 Цвет Это Вот Fight Tiger Мой Любимый Я считаю Что это Лучший Из лучших Отвечу Еще на Один вопрос У меня Некоторые Подписчики Спрашивают Петелька В данном Воблере Очень Странно Сделана Она Свободно Болтается В Значит В этой В лопате В самой Это сделано Специально Спрашивают Будет Вылетать Не будет Наоборот При такой Петельке Вовер Не будет Вылетать Вообще У халкообразных Она вообще Хорошо Болтается У Германа Нет Не сильно Особенно Когда Начинает Ржаветь Она Уже Плотничком Сидит Я считаю Что это На самом деле Небольшой Недостаток Потому Что Ну Возможно Это Может Привести Возможно Может Привести К вылету Потому Что Изначально Петля Не отрегулирована Она Должна Болтаться Здесь Она Когда Начинает Ржаветь Немного Заедает Вот Сейчас Я ее Разболтал Все Она Как бы Стала Свободной То есть Когда Новая Приманка Нормальна Или Вы Постоянно Чистите Ее Потому Что К сожалению У Германа Петельки Ржавеют Вот Здесь Болтается Хорошо То есть На самом Деле У Халкообразных Приманок Эта Петелька Должна Хорошо Болтаться Тогда Сам Шнур Ее Вытягивает На Нужное Нам Место Как бы Ставит И Вобер Не Вылетает Качественно Сделаны Кольца Качественно Ну Более Менее Качественно Я думаю Что Не хуже Чем У Оригинально Сделаны Тройники Может Быть Чуть Похуже Хотя Сейчас Уже У Новых Агрессоров Фурнитура Очень Сильно Улучшена Очень Сильно Там Значит Они Стали Дороже Стоит Там Уже И Петли И Кольца Уже Очень Хорошие И Тройники Помощнее И Не знаю Возможно Исправили Эту Проблему С Ржавением Петли Но У Старых Они Ржавеют Особенно Если Мы Сразу Убираем В коробку И Не даем Возможность Кстати У Бандоса Тоже Рекомендую 0,20 Также Очень Хорошо Ловит Тоже Рекордсмен Очень Сильно Побит Очень Много Принес Рыбы Очень Уловистый Цвет Воблер Что Ещё Сказать 114 Голубой Цвет Который Также Очень Уловистый Как Видите Он Весь Драный Очень Сильно Его Таскали На Рыбалке Воблер Очень Уловистый Ну Соответственно Цвет Ну И Сама Приманка То есть Вот Петелька Нормально Болтается Она Должна Вот Так Шевелиться Вверх Вниз Вправо Влево Это Патент На самом Деле По-моему Не знаю Кого Кого Австралийской Компании Благодаря Этому Воблер Не нужно Регулировать И он Идёт Ровно Петля Саморегулирующая Петля По-моему Так Правильно Это Называется Кстати Забыл Вот Сифилитик Из оригинальных Приманок У меня Очень много По бандосам Вы можете Отдельный ролик Посмотреть Я раскладывал На столе И показывал Просто Как бы К слову Оригинальный Белый С черным Вот такой Сифилитик Тоже Офигенно Лоит Красный Хорошо Лоит Зеленый Соответственно Хорошо Лоит По сути Цвета Все одинаковые Если вы фанаты Именно Оригинальных Приманов Значит Белый Агрессор Белый Агрессор Иногда Делал Рыбалку Прямо Вообще Снокшибательный У меня 110 Агрессор Цвет Имеется Ввиду И Красно Попик Я его Так называю Красно Жопик Агрессор Так же Как и Бандос От Герман Ловит Превосходно Я считаю Что Красная Жопка И Очень Сильно Выручает А так же Из Глубоководных Приманок Надо Сказать Наверное Что вы можете Приобрести Я говорю Вот эти Приманки То что вы можете Купить И прям смело Ити рыбачить Косодака Ион ДД 130 Нужно иметь В коробке Хорошо Ловит Судака Дальше Значит Рифранер 800 800 Рифранер Не перепутайте 800 Не то что 8 метров Потому что 600 Это будет Короткий Маленький Я одно Время Ошибался То есть 600 Это Вот он Где он Малыш Которую Где он Такой Куда Его Дел То есть 600 Это Вот Такой Коротыш А Это 800 Вот 800 Рифранер Вот Какой Красавец Вот Гляньте Синий Такой Тигр Не знаю Где плохое Качество Нет Никакого Плохого Качества Вот этот Цвет Очень Хорошо Нету Изъяна Ни одного Рифранер 800 Серии Повторюсь Единственный Есть Недостаток Единственный Есть Минус Это То Что На данный Воблер Склонен К вылету Возможно Когда-нибудь Исправят И мои слова Будут Неактуальны На сегодняшний Момент Такая Проблема Есть Забыл Совсем Сказать Значит Сальма Фридайвер Давайте Смотрю Сейчас Уже там Менса Вижу И Диптандера Сальма Фридайвер Снят К сожалению С производства Его Нету Сальма Фридайвер Его Рабочая А Кстати Значит Давайте Вернемся Назад Рабочая Глупина Халкообразных Приманок Это Можно Начинать С 6 Метров Да Халкообразная Приманка 6 12 Метров То есть По течению Можно Загнать До 12 Метров Бандосообразные Приманки С заглублением 5 Можно Ларить Даже на 4 Метрах На очень Коротком Расстоянии Давайте Начнем Так Допустим 4 И 8 Метров Максимум Я думаю Что по течению Можно Загнать На 8 С половиной На 9 Метров Против Против Течения Я загонял На 7 8 7 9 Где-то 7 5 Метров Сальмовский Воблер Легко Идет На глубины 7 Метров То есть Его можно Загнать И до 12 Метров То есть С ним Лучше Начинать Кстати Даже 6 Это Прямо Минимально 6 7 8 9 10 Метров Вот Такой Окушок Очень Хорошо У меня Работал Вот Такая Вот Такая Натуралка Красный Троник Я уже Сам Добавлял Белый Такой Серебристый С Красным Вот Такой Кислотник Хром Синим Компания Lucky John Постаралась Или не знаю Не постаралась Или специально Не постаралась Сделали Deep John 120 F Это Типа Реплика На Сальмов Редавер Но Репликой Назвать Не могу Реплика Наверное Только Ну Немного Тела Лопата Вот Шумят Они по разному В Lucky John Более крупные Шары В Сальмо Более мелкие То есть Два разных Воблера Они по моему Работают По разному Да и форма Тела Малость Разная Так вот Если Сальмо Ловит То Lucky John Ну Хорошо Ловит То Lucky John Мне показалось Сильно Не упирались Упирались В принципе Ловили И С нулем Приходили То есть Можно поймать Одну Две рыбки А на Сальмо Поймать Допустим Кстати Интересно Сделаем В этом Сезоне Я думаю Что Такую Такую Проверку Сделаем Будем Гнать И тот И тот Кто Будет Больше Ловить Сальмо Ловит В разы Больше Кстати В этом Году В этом Году В этом Году Больше Ничего Не скажу Чуть Позже И Очень Уловистые Воблеры По этим Глубинам Это Мэнс Мэнсы Мэнсы Мэнс Стретч Мэнсы Мэнсов У меня Много Вот В том Числе Двукрючковый Наверху И Внизу Трехкрючковый Шумят Даже Вроде Одинаково Да Не Вроде Одинаково Все Вроде Одинаково Но По Какой То Причине Трехкрючковый Облавливает Двукрючковым Много У меня Мэнсов Как вы видите Внизу Вот и Двукрючковый Есть Трехкрючковый Есть Кстати Вот Наткнулся На Воблер Дип Шекер 85 От Целебита Вот Такой Цвет Если Найдете Берите Хватайте Бегите Очень Уловистый Воблер Очень Уловистый Цвет Очень Уловистый Очень Уловистый Друзья Мои Вот Такие Мэнсы Зеленые Если Кто Повстречает Вот Такой Красный Тигр Хорошо Работает Друзья Мои Вот Такой Воблер Байт В размере 130 13 Сантиметров 130 Миллиметров Неплохо Ловил И Делал Нам Рыбалку Очень Тяжелый Воблер Имеет Очень Плавную Игру Не Напрягает Спиннинг Значит Этот Байт Не то От Как он От Итума Не то Лайк Как Нет Короче Еще Другое Есть Название То же Самое Итума Только По-другому Называется Сейчас Уже Не помню Все У меня В голове Перепуталось С языка Никак Не сниму Так Вот Тоже Данную Приманку Очень Тяжело Найти Но Если Найдете Рекомендую Байт 130 Ф Приманка Очень Хорошо Ловит По Глубоководным Приманкам Дип Тандер От Компании Шторм Я Очень Рекомендую Значит У меня Есть Вот В таком Хроме Покажу Вам Просто Что Вы Обалдели Приманка Очень Покоцана Очень Побито Сильно Очень Сильно Наилюбимейший Мой Воблер Очень Сильно Обожаю Очень Мощная Лопата Очень Мощные Тройники Петли Кольца Все Вообще Очень Мощное Очень Качественный Воблер Без Всяких Нареканий Два Цвета Вот Такой Голубой И Значит Хром Мои Любимые Бомбер 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 25 Лонг Или Его Реплика Сейчас Вы В хвостовую часть Обратите внимание Удар Это Судачи Все Судак Классно Приманка Работает Не Вылетает Ничего Иногда Выручает Очень Сильно Иногда Не знаю Не то что Облавливает Может быть Хотя Когда Допустим Не работает Бандит Такой Иногда Бывает Работает Бомбер Они Они имеют Разную Игру Поэтому Возможно Они Как-то Дополняют Друг друга Наверное Вот Тоже Самое Оригинал Тоже Оригинал Сами Оригинал Я не Сказал Кстати В свое Время Про Воблер Гоу Ту Гоу Ту Это Кстати Воблер С заглублением Ну Его Можно Начинать С трех с половиной На коротке Его тащить В этом году Я взял Еще Новую Приманку От Герман Бальтазар Буду Пробовать Соловить И Взаброс На нее И Соответственно На Троллинг Коробочку Под такие Приманки Опять же Взял Вот Такую Двустороннюю Очень Удобно В новом Сезоне Будут Много Чего Нового Будут Много Новых Реплик Будут Представлены Новые Производители Которые Раньше Я не Показывал Ну Они Не Новые Старые Но Я Думаю Что Цуёки У нас Будет В наших Видосах Будут Участвовать Strike Pro Думаю Что Покажем Еще раз Касадака Соответственно От Герман Будет Очень Много Интересных Реплик Которые Я думаю Что Мы Очень Давно Все Ждали В следующем Году Мы Покажем И Вот Такую Приманку Ей Можно И Треллинговать Весит Она Порядка 50 Грамм Я Я Думаю Я думаю Что По Глубине Можно Треллинговать 5-4 Метра Она Приблизительно Будет Идти У дна На Скорости Где-то Наверное В районе 3 Км Час Предположительно Мы Еще Не Пробовали Но Основная Идея Данной Приманки Ловить Данной Приманкой В Отвес Также Этой Приманкой Можно Будет Ловить В заброс Я Думаю Что Я Уже Попробовал В том Году Ловить И У меня Кое-что Получилось Но Видео Не Вошло В этом Году Я Постараюсь Сделать Видео И Показать Вам Игра На самом Данной Приманки Очень Интересная Как У Ратлина Когда Подымаешь Такую Приманку Рывком Такой Приходит И Когда По Время Делаешь И Она Опускается Происходит Удар Судачей Тоже Интересно Ловить Ну Это Опять же Наниметики Или Допустим Когда Мы Устали И Хотим Отдохнуть Немножко Скажем От Троллинга Или От Заброса Каждая Рыбалка Каждый Рыбалки Он Интересен Все Друзья Мои Я Не Буду Больше Вас Задерживать Надеюсь Видео Вот еще, кстати, приманка 85-й агрессор для любителей ловли на полутора метрах, на двух метрах, на трех метрах. Вот с такой маленькой лопаткой данная приманка замечательно ловит как в заброс, так и троллингом. Основная добыча данной приманки с такой маленькой лопаткой это щука и крупный окунь. Агрессор 85-й с маленькой лопаткой. Все, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Пишите комментарии, предлагайте какие-то свои воблеры, только пишите сразу нормальное название, чтобы я мог погуглить и найти это все по-быстренькому. Какие приманки вы хотели бы увидеть на нашем канале, в наших фильмах и проверить их, допустим. Сезон впереди, поэтому сейчас за зиму я могу что-то приобрести и сделать тест. Чтобы правильно подписаться, чтобы вы следили за всеми новостями любимого канала, вы должны нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Нажимаете на этот колокольчик, появляются по бокам такие полосочки и внизу видите уведомление о том, что, допустим, теперь вы будете получать уведомление о выходе новых фильмов. Что будете теперь в курсе, как говорится, событий данного канала. Так вот, друзья мои, много что будет интересного. В следующем году на воде мы покажем тест новых палок, покажем и старые палки. Будут много новых приманок, много чего будет интересного, много чего будет полезного. Впереди выставка рыболовная и на этой рыболовной выставке я буду стоять на стенде Герман и на стенде Спортекс. В каких числах я скажу более подробно уже в группе ВК, следите за новостями. Или где-то, допустим, наверное, недели через две спросите, ну, скажем, в начале февраля спросите, на каком стенде я буду стоять. Я вам расскажу и время, и место, в какой день я буду стоять, в какое время. Скорее всего, ориентировочно, это будет 22 число, то есть, возможно, если 22, я буду с утра стоять на Герман до обеда, после обеда на Спортекс. На стенде Спортекс это стенд про спиннинги Герман и по приманкам. Ну, а на этом все, друзья мои. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех баллов. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...